Я всех приветствую. В настоящее время проблем с компьютерами нет. У людей есть компьютеры, телефоны, айфоны, планшеты, очень много всевозможной техники. И всевозможные бывшие употребления, материнские платы и прочие комплектующие находятся в обороте в очень большом количестве. Так произошло и у меня. То есть у меня сын отдает свою старую материнскую плату, она получается, процессор мощнее будет и посильнее, и оперативки больше, чем у моего старого. А я в обмен свою материнскую плату отдаю многодетной семье. То есть мы с друзьями соберем им компьютер. Потому что там магазинная семья. То есть они могут позволить себе купить достаточно даже по этим меркам. По этим меркам для них это мощный компьютер будет. И также мы этой семье оплатим интернет на год вперед. Скинемся. Вот несколько нас ребят, 5 человек. В общем, мы соберем вам компьютер. С меня материнская плата, блок питания, с них корпус, видеокарты и оплата интернета на год. Вот такая взаимопомощь. Итак, сейчас я буду менять материнскую плату. Что для этого понадобится? Для этого понадобится обыкновенная отвертка. Ну и руки, конечно. Далее, что все забывают? Все забывают то, что при переустановке материнской платы необходимо переустанавливать полностью операционную систему. То есть ко мне уже обращались ребята, просили вытащить хоть какие-то файлы, какие-то фотографии, какие-то документы после замены материнской платы. Дело в том, что эта информация хранится на жестком диске. И при переустановке материнской платы, просто чтобы все компоненты материнской платы видела операционная система. Она получается одноразовая. Нужно полностью переустановить операционную систему. Что нужно сделать? Переустановка материнской платы самое главное, сохраните все документы. Фотографии, вордовские, экселевские и прочие, прочие, прочие все документы. Все, пройдитесь, весь свой компьютер полностью прошерстите, потратьте на это время и сохраните их. Потому что все практически, все здравомыслящие люди сохраняют все документы на диске С. То есть у нас есть два рабочих диска С и Д. То есть на диске С у нас есть операционная система, но на диске Д должны храниться все документы. То есть в случае обвала системы мы меняем логический диск С, стерапию, устанавливаем все, а на диске Д у нас все остается. Но все почему-то хранят все на диске С, фотографии, документы, все-все-все. Если у вас есть два логические диска С и Д, переносить их на диск Д, создать обыкновенную папку сохранения, там в сегодняшнем числе, чтобы вы знали, что вы сохранили. Если у вас один логический диск С, скиньте их или на флешку, или на переносной жесткий диск. В общем, как-то вы сохранили свои документы. Это самое главное. Все, сейчас я вам покажу, как меняется материнская плата. Да, перед установкой обязательно проверьте, чтобы она была чистая, чтобы в решетке не было были грязи. И желательно, конечно, если материнская плата работала долго, не подвергалась какого-то обслуживанию, заменить термопасту на своем процессоре. Ну, у меня сын менял термопасту буквально несколько месяцев назад перед заменой, купил себе другую материнскую плату. Поэтому я этого делать не буду. Желательно проверить, если вы где-то берете бывшее употребление материнскую плату, проверяйте все конденсаторы. То есть, вот такие бочонки маленькие, чтобы они не были спухшие. Если они у вас спухшие, ну, значит, она у вас будет неисправна. Да, и еще, самое главное, определитесь, где у вас есть подсоединение шнура питания. То есть, практически, я больше одного шнура не подключаю к материнской платы питания. Ну, в смысле, вкл и выкл, кроме сетевых, сетевых, конечно, я подключаю. Я включаю только вкл и все. Перезагрузки и прочее, прочее, я не подключаю. Ну, все, приступаем к замене материнской платы. Приступаем. Так, первым делом, отсоединяем жесткие диски. Ну, же все сразу выбираем в сторону, потому что оно понадобится на другом материнской платье. Все это отсоединяется. Все это отсоединяется. Далее, отсоединяется питание. Все, что есть, все шнуры. И буду отсоединять блок питания сам. Так как я сейчас буду ставить другой, этот уйдет в другой корпус, как я говорил. Другой компьютер. Отсоединяю саму материнскую плату. Обыкновенные болтики. Просто их откручиваю и вытаскиваю. Нет, сначала снимаем видеокарту. Вот находится видеокарта. Сначала отсоединяем. Видеокарта. Видеокарта самая дешевая. Все, а теперь отсоединяем все винтики. Главное их не потерять. И вытаскиваем материнскую плату. Ничего сложного в этом нет. От работы в это материнское плату у меня, наверное, лет шесть. В принципе, не жаловался. Все, отсоединяем материнскую плату. Все болтики сохраняем. Там, где они были, не теряем. Самое страшное, когда, если вы будете устанавливать, если вы оставите болтик внизу и поставите следующую материнскую плату, потому что она может закоротить. Обязательно смотрите, чтобы на задней части здесь ничего не было. Начинаю устанавливать новую материнскую плату. Протеряйте пылесосом. Бывает, что упадет тоненькая проволочка какая-нибудь или что-то. Ну, какой-то мусор. И плата может просто закоротить у вас и сгорит. То есть проверяйте все тщательно. Если есть возможность, выдуйте, выдуйте. Протеряйте, протрите. Чтобы ничего не было. Тщательно смотрите нижнюю часть. Начинаю устанавливать новую материнскую плату. Сразу хочу сказать, здесь стоял крепление. Переходник для крепления выходов. Он ко мне не подходит. Он не подходит совсем. То есть, ну, ничего страшного. Можно без него колеса. Нужно пойтись без нее. Так, следующий элемент. Нужно. Есть крепление. В этом месте есть крепление, на которое ставится материнская плата. То есть, в данном случае нужно просто посмотреть, подходит ли она по креплениям. Вот у меня часть подходит. Но нужно на... Мне нужно вот это место и вот это. Вот эти два крепления, нужно перенести сюда. Сейчас я их перекручу. И тогда плата станет как родная. Все, материнская плата встала. Вот есть вот, видно здесь вот отверстие под крепление. Все у нас есть. Хотя тут я не попал. Вот это надо будет перекрутить. Вот это место. То есть тут идет подгонка по креплению. Следующий этап. То есть, смотрим. Здесь у нас раз, два, три. Здесь у нас три. И с задней части у нас раз, два, три. Все. Все крепления попали. В принципе, стоять будет жестко. Все. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, следующий этап. Берем эти гаечки и закручиваем материнскую плату к местам креплений. Ничего сложного в этом нет. Сразу рекомендую вас сильно не затягивать, чтобы у него небольшой люфт. Потом их подтянуть. Как видите, материнская плата стала как родная. Стоит достаточно жестко. Далее, что делаю? Дальше отсоединяю блок питания. И отсоединяю все остальные шнуры. Видеокарту и все остальное. Все в обратном порядке. Блок питания установлен. Разъемы везде стандартные. Как размеры, так и диаметр самих болтов креплений. Все стандартно. Дальше подсоединяем шнуры питания. Здесь все сделано, как говорится, на дурака. Ошибиться невозможно. Все в этом разъеме. Главное, ничего не сломать. Не переусердствовать. Это сюда. Сначала видеокарту. Видеокарту, потом все остальное, чтобы шнуры нам не мешали ее устанавливать. Видеокарта стала как родная. Все даже не шелохнется. Подсоединяем шнуры питания. Подсоединяем шнуры питания. Здесь все, как говорилось, рассчитано на дурака. Ошибиться здесь практически нереально. Если есть выход с материнской платы, то есть вход на жесткий день. И так здесь все шнуры питания. Все на разные случаи. На все случаи жизни. Сейчас я все подсоединю. И покажу, что получилось в итоге. И произведу первый запуск. Проверю, работает ли это все. И так, окончательная проверка. Кроме шнуров питания. То есть по подключению. Само выкл, который делают. Вот эти я еще не подключал. Кроме шнуров питания. Так. Что у нас? Кулер на процессоре подключен к материнской плате. Шнур питания подключен. Жесткий диск один подключен. Жесткий диск второй подключен. Но я сделаю что? Второй жесткий диск у меня идет как резервный. То есть я практически им не работаю. Тут у меня архив данных, фотографии. Все, 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 все. Я его отключаю. То есть чтобы он нам не мешал. Все, новая материнская платка установлена. Все шнуры подсоединены. Я, в принципе, подсоединяю только один шнур включения. Остальные не подключаю. Ну, вот что подключил. У меня здесь есть выходы USB-шные. Я их тоже сюда подключил. В принципе, тут все подписано. В принципе, тут даже по разъему не ошибешься. Так, подсоединил. Да, еще что. При первом запуске, когда вы будете проверять, правильно, неправильно вы подключили, то есть отключите жесткие диски. То есть операционная система все равно не соответствует этой материнской плате. Она соответствует той материнской плате, поэтому взаимосстиловать эти жесткие диски не стоит. Вреда этого не будет, но я их оценяю. Я оценяю всегда. Все. Делаю вкл. Должны пойти в буковки на мониторе. Следим. Практически, что у нас здесь. Трехгерцовый процессор двухъядерный. Нормально. Все. Видите, вводов системного диска нет. Все. Сейчас устанавливаю операционную систему. И, в принципе, на этом можно и заканчивать. Как видите, операционная система установилась. Устанавливаю я Google Chrome обыкновенный. Так, когда устанавливаете материнскую плату, устанавливаете после этого операционную систему, у меня семерка стоит. Делайте так. Компьютер, свойства, диспетчер устройств. Здесь что у нас должно быть? У нас высвечиваются все устройства, которые есть у нас на компьютере. Видеоадаптеры, дискоустройства и прочее. То есть, если против какой-нибудь элемента компьютера будет ставить восклицательный знак, или что-то будет не работать, значит, ему нужно просто установить драйвера на эту операционную систему, на эту систему полностью. Тогда вот будет все работать. Все, компьютер работает. Сейчас я посмотрю, что у нас получилось в итоге. И вот Pentium у нас, 3 Гц, оперативка 6 ГБ. Ну, нормально. Это лучше, чем у меня было. У меня была 2,2 частота двухъядерной. И оперативная память была 4 ГБ. Это, по крайней мере, лучше. Все, компьютер. Подключил второй жесткий диск. Все, два диска. Все, всем спасибо.